Мои дорогие, здравствуйте! Сегодня у меня день рождения. Замечательное просто настроение, и вы меня многие поздравили. Я не ожидала, что столько людей будут писать свои пожелания, свои поздравления в мою сторону, в мой адрес. Мне на самом деле очень приятно. Я благодарю всех и безумно вас люблю. Первое, с чего я хотела бы начать, это у нас каждый понедельник будет теперь новая рубрика до конца Нового Года. Мы будем вам показывать подарочки самому себе, своим близким, что можно было подарить к Новому Году, какие-то красивые, интересные вещи. Сегодня у нас будет первый выпуск. Сегодня будем показывать вам какие-то, может быть, предметы, которые можно расставить на стол, какие-то декоративные. Наверное, вы уже много его видели. С чего бы я хотела бы начать, это, конечно же, хрусталь какой, новогодний стол без хрусталя. Это, конечно же, никуда не годится. Посмотрите, какая салатница, ваза. Ну, я думаю, что для салата, для селедки под шубой, конечно, было бы замечательно. Это, кстати, делает Германия хрусталь. Вы, наверное, слышите, как он звенит. Вот здесь выполнены внутри вот такие вот объемные ромбики, квадратики. Вот так это красиво все выглядит для салата. Даже как подарок своей маме, своими родным будет превосходно. И цена вот такого вот салатника, две с половиной. Он весь переливается, весь светится. Ну, 2023, это год зайца. Год водяного, как я читала, кролика или водяного зайчика, если я не ошибаюсь. И посмотрите, какие у нас есть статуэточки. Это гжель, причем это гжель старая. Здесь кобальтовые вставки. Очень красивые. Вот такой вот веселый зайчик стоит с зубчиками. Климо здесь тоже старое. Это несовременная гжель. И цена вот такого зайчика 400 рублей. На подарок, как какой-нибудь сувенирчик в мешочек. И можно подарить. Да и даже себе. Все равно нужно наступающий год. Нужно уже встречать с зайчиками желательно. Вокруг себя. Чем больше зайчиков сделаешь, тем, говорят, счастливее будет Новый год. Вот такой вот он красивый. Я на подарок решила, что было бы замечательно. Какие-нибудь молочники, возможно, с каких-либо сервизов. Или чайные пары вам показать. Вот как подарок тоже прекрасно. Там девушки, маме на подарок. Или вы, например, знаете, что кто-то любит вот такую вот цветовую гамму. Или кто-то себе давно хотел. Вот такой вот молочник. Дулево, второй сорт. Агашки. Прекрасные агашки. Здесь такие зеленые краски. Сиреневые. Нежно-розовые. Позолота. И сама форма достаточно интересная. И цена такого тысяча рублей. Какой стол без каких-либо фужеров? Вот такие фужеры. Здесь 30 миллилитров. Вот такой длинной ножки. Это чехословакия. Это чехословакия. Здесь выполнена вот такая деколь. Ромашки. Даже не ромашки. Это, скорее всего, незабудки. Прекрасные фужеры. Они настолько утонченные. Они настолько утонченные, изящные. И вот у нас их в наличии 6 штук. И они 1500 рублей набор. Замечательный набор. Как на подарок взять. Себе на какие-либо мероприятия. На праздники. Конечно, замечательно иметь вот такие вот фужерчики. Сегодня не забываем, что в конце видео я вам буду озвучивать результаты конкурса. У нас три победителя на вот такие чайные трио. Поэтому ждем до конца. Хочу также показать десертные тарелочки. Невероятной красоты. Мне очень они нравятся. Здесь вот такая вот каемочка. Все в прекрасном состоянии. Изображены вот такие вот розовые цветки. Как на стол, как на подарок. Как на чаепитие, когда уже все отпраздновали Новый год. Поели вкусные салаты, мясо, картошку. И в конце мама несу торт, пирог. И вот десертные тарелочки. Положить какую-нибудь вкусняшку. Было бы просто замечательно. И причем можно их использовать и на каждый день. Это Германия. Сделана, кстати, в ГДР. Германскую демократическую республику. И цена вот такой вот тарелки 350 рублей. В наличии таких шесть штучек. Они все в идеальном состоянии. Вот такие вот они красивые. Буту на Новый год всегда нужны вот такие ладьи для салатов. Для того, чтобы красиво все расставить. Для сервировок. Вы представляете, накрытый стол. Салаты. Может быть, какие-то закуски. Все это под люстрой красивой переливается. Весь хрусталь будет светиться. Конечно, замечательно. Вот такие ладьи у нас с их наличием. Две штуки. Они абсолютно одинаковые, идентичные. И цена каждой по 800 рублей. Конечно же, не забываем, что мы всегда делаем скидочки для вас. Поэтому пишите сразу мне на WhatsApp. Вообще, на самом деле, очень сильно люблю такие вещи. Они достаточно удобные для использования в быту. Сюда какой-нибудь салатик. Небольшую порцию. И смотрится очень изысканно, очаровательно. Очень красиво. Хочу вам показать также на подарок вот такую вот шкатулку. Это Чехословакия. Посмотрите, какая крышка. Здесь орнамент. Такой черный. Очень красивая. На подарок, знаете, подруге своей, может быть, может быть, себе украшение сюда. Некоторые, кстати, используют такие вещи, как под сахар. Выглядит, конечно, такая вещь просто замечательно. Мне нравятся такие необычные вещи. Посмотрите, какой большой пузырь. Очень красиво все это выполнено, сделано. И цена такой вот шкатулочки, может быть, сахарницы 1500. На подарок самое то. Поэтому я вам показываю, какие идеи, что можно было подарить, прикупить себе. Представляете, совсем скоро уже начинается эта новогодняя пора, когда люди просто ходят туда-сюда, ищут какие-то подарки своим любимым, своим близким. Когда каждый хочет что-то прикупить для дома. Это, знаете, самое прекрасное, наверное, состояние, когда вы все это видите, когда вы сами в этом во всем участвуете. Такое бывает же не всегда. Такое бывает крайне редко. И когда Новый год наступает в нашей стране, мы как-то становимся все ближе, что ли. И у каждого свои традиции. И все мы смотрим, наверное, «Иронию судьбы», советские фильмы. И у каждого у нас есть что-то, наверное, похожее. Хоть мы все такие тоже разные. Но почему-то мы все как-то чем-то похожи. Мы росли на этом. Мы с самого детства это видели, знали. Я очень сильно люблю Новый год. Мне безумно нравится этот праздник. Это, наверное, самый семейный праздник, который только может быть. Следующее. Чайная пара. Посмотрите, какая яркая чайная пара. Это ромашки LFZ вне группы. Тоже как на подарок. И знаете, в такую вот погоду, когда на улице снег, холодно. Не хватает чего-то яркого, душевного, светлого. И вот эта чайная пара, мне кажется, несет за собой такой свет. Не знаю, мне безумно она нравится. Это такие вот яркие желтые лучики. Солнце. Как подарок. Просто замечательно. Я знаю, что многие любят золотые ромашки. И вот, наконец-таки, они появились у нас в наличии. Вот такая чайная пара. 1200 рублей. Я тут вытащила новогодние игрушки. Совсем забыла вам показать, рассказать. Вовремя спохватилась. Принесла быстренько эти игрушки. Так, начнем вот, наверное, вот с этих прищепках. Вот с этих девчушек. Там три сестренки. Это все на прищепке в идеальной сохранности. Одна из сестер. Три сестры. И цена каждой игрушечки елочной тысячи рублей. Наверное, самая недовольная, злая. Здесь какая-то корзинка. Мне очень нравятся такие игрушки. И, знаете, они прям все-все в целости. Такое крайне бывает редко. Вы представляете, сколько лет и, возможно, у чьей-то семьи такие елочные игрушки висели на елке. Сколько лет, как традиция. Я знаю, что сейчас современные игрушки. Я даже вот показывала во вчерашнем видео. Они, конечно, никогда не сравнятся вот с этими игрушками. Какая-то рябина, что ли. Просто прекрасно. И, причем, посмотрите, рябина и сверху как будто бы снег. Такие шарики по 200. Такой желтовато-золотой. Золотой шарик. Розовый шарик. А здесь какой-то открывающийся цветок. Тоже очень красивый. И эта сестра прям вся в веснушках. Тоже очень красивая. Мне безумно нравятся вообще вот игрушки на прищепках. Очень удобно, кстати. Не то, что вот эти колечки. Тут ниточка. Игрушку, елку тянет. А прищепка раз. Прикрепил на ветвь. И все. Красота. Такая лопатка. Лопатка это мельхиор. Посмотрите, какой ажурный край. Он выполнен как на подарок. Лопатка для пирога, для торта. Красота. Как это все красиво. И как это ажурно сделано. Причем, знаете, это все в родной коробочке. Можно прям так подарить. Внутри выполнен какой-то материал. Коробочка вся в хорошем состоянии. Можно подарить вот так на подарок. Или себе взять. И цена такой лопаточки вместе с коробкой. Еще пятьсот. Самое главное, на каждый Новый год мы должны всегда помнить, что себя нужно радовать. Себя и своих близких. Хочу вам показать вот такую конфетницу. Это александритовое стекло. Оно при ультрафиолете начинает светиться такими маленькими-маленькими яркими крапинками. Как будто звездное небо. Очень красивое для конфет, для печенья. Тоже на новогодний стол, как на подарок. Прекрасное. И цена такой две с половиной. На таких лапках невероятной красоты. Я сегодня в такой вот яркой кофточке. Просто для настроения. А тут еще, кстати, вот такой зайчик. У него на лапках такие сердечки. Кжель. И, кстати, она выполнена для Европы. Это все старая кжель. Очень смешной. Очень милая. Здесь даже, видите, как объемно выполнено ушко у зайчика. 400 рублей. Тоже на новогодний стол, на подарок. Вот такие яркие кобальтовые вазочки для конфет, для печенья. Выполнено, конечно. Выполнено, конечно, прекрасно. У нас, кстати, парочка. Можно сразу взять два. Мне нравится. Вот, думаю, может, мне один взять. Пока думаю. Хочу решить. Мне очень нравится, что здесь выполнено такими вот лепестками. Невероятной красоты. И цена 800 рублей. Ну а что? Конфетки покидать. Печенюшки. Тоже новинок. Вот такая вот ваза. Она декоративная. Может быть, для каких-либо фруктов. Может быть, для интерьера. Мне кажется, вот как на Новый год. Если кто-то думает, что можно было бы подарить. Вот эта идея была бы, конечно, замечательной. Это Чехословакия. Такое вот стекло. Сначала думала, что это мурана. Но тоже сейчас как бы обдумываю это. Точно сказать не могу. Очень интересной формы. Как это все выполнено. Вот такой вот волной. Подарить кому-то на подарок. Мне кажется, любой человек бы удивился бы. Иметь даже самому в коллекции было бы тоже превосходно. Многие собирают цветное стекло. И она есть у коллекционеров в разных вариациях. И мне кажется, вот такой вот экспонат тоже был бы не лишним. Цена 3000. Прям показываю вам. И прям хочется что-то сию тоже забрать. Давайте еще раз я вам покажу какие-то елочные игрушки, которые здесь есть. Вон такие бочонки. Не знаю даже, как называть. Они разных цветов. Здесь такой вот желтоватый, малиновый. Как сосульки. Превосходно просто. Такая яркая. На елку, как сосулька. Невероятно. И знаете, что это все стекло. Это не пластмасса. Это очень хрупкое. Я знаю, что у многих они бились. И, конечно же, дети их трогали. Они, конечно, будут биться. Это даже взрослые, если уронят. Очень такая яркая, красивого цвета. Фиолетового. Шишек. Боже. Я когда вижу это все, вспоминаю почему-то сразу свое детство. А вы тоже вспоминаете? Были ли у вас такие елочные игрушки? Может, у кого-то до сих пор они сохранились? Вот у меня они до сих пор сохранились. Вот такая душевная. Почему-то мне захотелось ее вам показать. Вы, скорее всего, не видели. Это сахарница. Сделана она под Англию. Честно, я не могу сказать, кто производитель. Единственное, что я знаю, что это фаянс. Это сахарница. Очень красивая крышечка. Она такого вот глубокого коричневого цвета. И сама сахарница выполнена в таком вот стиле, как Англия. Вкусный дом. Sweet home. Достаточно уютная. Когда я слушаю Новый год, я всегда вспоминаю два слова. Это семья и дом. А семья — это и есть наш дом. Это сахарница, наполненная каким-либо теплом, каким-либо уютом. Цена такой — 500 рублей. Из новиночек тоже наконец-таки появилась. Это тыковка. Многие просили, как на подарок, тоже прекрасная вещь. Я знаю, что многие коллекционеры любят овощную тематику. Вот такая вот тыковка в идеальном состоянии, идеальная сохранность. Тыковка приблизительно 50-60-х годов. Многие называют помидоркой, но я когда вижу именно в оранжевом цвете, я все время думаю, что это тыква. Также есть вариация, что она бывает в красном и в желтом. В красном — это, конечно же, помидор. По клейму это ДФЗ вербилки, первый сорт. Старое, достаточно клеймо тоже. Невероятной красоты. И цена — 1500. На подарок или в свою коллекцию. Знаю, что многие ищут, многие собирают. Два кувшинчика. Вот это новинка. Приехал к нам сегодня. Такой карамельный, красивый. А это на каждый день и даже как на подарок. Точно пузатый кувшин. Посмотрите, как выполнена ручка. Объемно. Очень удобно. Пузатый. Даже просто на стол поставить, налить сюда какого-нибудь сока. Какой пузырь. Большой. Он подходит на любой случай, на любой день, на каждодневной основе можно. Ну и также тоже на стол, на подарок кому-то 1200. Посмотрите, как все выполнено. Красиво. Это лань. Такая уставшая, достаточно грустненькая. Я бы даже сказала, одинокая. Не знаю, почему-то кажется, как на подарок. Просто замечательно. Превосходно. Достаточно нежная она. И, кстати, это LFZ 60-е годы. Красота. Она в идеальной сохранности. Без никаких либо сколов и трещин. Замечательная. И цена 2000. Новиночку вам покажу. А новинка это вот такой карамельный кувшин. Очень интересной формы. Он длинный. Не такой пузатый, как мы до этого видели. Здесь массивная ручка. Невероятно. И вот такие вот интересные разводы. Они объемные, выпуклые. И такое чувство. Как будто бы лобовое стекло заморозилось. И там вот она начинает трескаться. Как-то это все тоже напоминает мне холод. Напоминает мне зиму. Такие утренние дни, когда вы заводите машину. Или идете по снегу, и снег хрустит. Не знаю, почему-то вот такие именно мысли. Наводит на меня вот этот кувшин. Он такого карамельного цвета. Невероятно красивого. Этот карамельный цвет уходит больше даже в розовину, я бы сказала. И это не амбонцинам 2,5. Красота. Просто красота. Последнее из цветного стекла. Это новиночка. У нас в наличии осталось всего одна ваза на ножке. Было три. Уже все разобрали. Прессованное стекло. Невероятного цвета. На стол. Фрукты. Очень сильно вы полюбили эти вазочки. У меня очень много людей, которые ждут своих зеленых. Поэтому не переживайте. Зеленые в скором времени будут. Карамельного цвета будут. Последнее. И если вас она уже заинтересовала, пишите мне на WhatsApp. Потому что она будет со скидочкой. Так как она последняя, я ее отдаю с очень хорошей скидкой. В идеальном состоянии. Без никаких либо сколов, трещин. Все прекрасно в ней. С татуэток остались вот такие два малыша. Они современные. Это современная Англия. Он хочет слопить каких-то бабочек. Очень приятный такой вот пупс. Пузатый даже, я бы сказала. Красиво все это выполнено. Тоже без сколов, без трещин. Как на подарок. Они по тысяче рублей. Девочка. С подарком. Вот это вообще, конечно. Настолько милейшая. Ой, здесь даже сохранилась какая-то наклейка. Илон. Если я не ошибаюсь. Да, это England, Англия. Она вот с таким бантиком. И сзади прячет подарок. Как, боже. Это вот в себе, в коллекцию. Или даже какому-то близкому человеку на подарок. Было бы, конечно, замечательно. И они не так дорого стоят. В идеальной сохранности по тысяче рублей. Статуэтка. Я ее оставила на самое сладкое. Это полонная Украина. Третья ели. Это прям новогодняя уже тематика. Девушка в коньках. Красота. Смотрите, какая прекрасная девчушка. В шапочке. У нее шарфик. Варюшки. Такая, знаете, новогодняя. На коньках. Готовая уже выйти на лед. Була свои коньки. Кажется, скорее всего, как подарок. К какому-нибудь человеку, своему близкому. Я сразу, когда вижу эту статуэтку, вспоминаю Новый год. Вспоминаю зиму. Вспоминаю как-то кучу людей на площади. Да, даже в Москве по ВДНХ. С этими коньками. Все такие веселые. Кто-то падает. Но все равно не сдается. Встает. Смеется. И, конечно, это прекрасно. Такая прекрасная пора. Зима. Новый год. Это очень красиво. Она без колы, без трещины. Бегает три тысячи. Красная девчушка. Я вам показала первую часть. Надеюсь, вам это видео понравилось. И сейчас мы будем с вами разыгрывать три чайные трио. Немецкие. Мануфактуры. Трипсис. Многие оставляли комментарии. И сейчас будем с помощью генератора случайных чисел разыгрывать. Также не забываем, что у нас три победителя и три чайных трио. Могу нас поздравить. У нас уже две тысячи подписчиков. 331 лайк и 120 комментариев. И среди комментариев были просто прекрасные комментарии. Я знаю, что у многих 28 ноября день рождения. Поэтому тоже поздравляю своих подписчиков, которые меня смотрят. Мы сегодня с вами именинники. Сейчас будем все это разыгрывать. Были прекрасные комментарии. Спасибо вам большое за поддержку. Что всегда пишите комментарии под моими видео. Меня это на самом деле очень вдохновляет и мотивирует снимать для вас дальше. Здесь все комментарии. Нажимаем выбрать случайный комментарий. А у моей дочери 29 ноября день рождения. Елена Перепилица. Если я не ошибаюсь. Я сейчас делаю скриншоты. Обязательно под этим видео выложу всех победителей. Елена Перепилица. Напишите мне, пожалуйста. Я вам тоже напишу и я вам отправлю чайное трио. Поздравляю вашу дочь с наступающим днем рождения. Это наш первый победитель. Теперь второй. Рой. Выбросил чайный комментарий. Валентина Бровко. Наблюдая с удовольствием сама погуляла по таким рынкам. Спасибо большое, Валентина. Теперь вам достается чайное трио. Я вам обязательно тоже его отправлю. Приезжайте к нам в Тулу. Гуляйте. Приезжайте в наш магазин. Познакомимся с вами, Валентина. Спасибо вам большое, что вы так поддерживаете меня. И последний победитель. Выброс случайный комментарий. Кура Нинабна. Классно у вас в Туле рыночек. Много чего интересненького продается. Спасибо за обзорчик, за вашу работу. Я не знаю, правильно ли я прочитала ник. Вы третий победитель. Вам достается тоже чайное трио. Я всем вам напишу. Спасибо вам большое за участие. Не забываем, что у нас... Не забываем, что ближе к Новому году у нас тоже будет розыгрыш. Будут два победителя. Поэтому следите, пожалуйста, за видео. За какими-то записями. Я вас никогда не хочу оставлять без подарков. Не расстраивайтесь, те, кто не выиграл. Впереди нас ждет всегда много конкурсов. Поэтому с наступающим вас Новым годом. Готовьте подарочки. Делайте подарки для себя и для своих близких. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо вам большое за поздравления, которые я сегодня получила. Я очень рада, что я с вами. Я очень рада, что я со многими познакомилась. Спасибо вам за просмотр. Всего доброго.